Добрый день, друзья. Спасибо, что нашли время для нашей сегодняшней встречи. Спасибо нашему гостю, что согласился выступить у нас и тоже нашел для нас время Айдар Муждабаев. Ну, что я могу сказать, друзья? Мы привыкли к тому, что, как правило, у нас наши гости это поэты, барды, певцы, в общем, люди творческие, люди искусства. Кроме того, у нас бывали ученые, обозреватели, эксперты, но еще никогда у нас не было такого, что мы принимали журналистов практически почти с поля боя. У нас в гостях украинский журналист, бывший замглавного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдар Муждабаев. Я не думаю, что вам нужно о нем много говорить. Все вы наверняка знакомы с его творчеством, поэтому я ничего не буду. Айдар, салям алейкум. Очень приятно принимать вас здесь, у нас. Знаете? Ну, я хочу еще добавить, друзья. Вот, понимаете, вот так уж жизнь пошла, непонятная эпоха, что нам с вами довелось стать свидетелями глобальной проверки борьбы добра и зла. И вот это сегодня у нас самое актуальное, самое важное. Поэтому у меня будет несколько вопросов к Айдару, потом, как всегда, я предоставлю слово желающим задать вопрос, выступить и так далее. Но вы это все знаете. Айдар, скажите, пожалуйста, вот Путин вместе с его окружением просчитались. Они считали, что украинский народ встретит их цветами, хлебом, солью, а напоролись на ненависть, напоролись на ответный огонь. В чем причина? Что произошло при этом? Айдар, включите микрофон, пожалуйста. Я не... А где он у нас? Вот, вот, есть. Вот, включил. Все в порядке, ага. Я прошу прощения, это я за видео включил, микрофон забыл. Всем привет, селям алейкум. Здравствуйте, доброго часа Дубэ. Доброго часа Дубэ. Доброго часа Дубэ. Что могу сказать? Что если вопрос, я так понимаю правильно, Аркадий, задали, почему Путин так поступил на Мексграт? Нет, почему они просчитались? Самонадеянно так пошли. Ну, потому что они такие. С этим ничего нельзя поделать. Они... Ну, у них были поводы, скажем так. Как так думать? Вот, как они предполагали. Помните это обращение Путина? Украинские офицеры, солдаты, идите домой. В день вторжения, да? Нам ничего за это не будет. Значит, намек был такой, что, типа, ну, сейчас все это ерунда. Поигрались в Майданы свои, там, поигрались там в такую. А теперь все по-настоящему. Все, давайте. Сдавайтесь. Я еду в Киев, короче говоря. Царь едет в Киев, да? У него были основания так себя вести по нескольким причинам. Ну, первое, когда он начал, почувствовал свою безнаказанность и импотенцию цивилизованного мира. Это, конечно, Чечня, брошенная на растерзание цивилизованным миром, так называемым. Следующая, это Грузия, которую чуть-чуть защитили, конечно, защитили, да? Нельзя сказать, что совсем бросили. Но все-таки оставили у него впечатление победы в целом. Он укрепил свои позиции на оккупированных территориях и так далее. Далее. Был, конечно, тут вроде как неудача на Майдане. Его подстерегла. Он же поздравил Януковича. Вообще, кого Путин поздравляет-то? Ну, в общем, ничего хорошего не жди в итоге. По крайней мере, что касается Украины. Вот. И Януковичу не получилось. Он сильно разозлился. Но, пользуясь моментом, он хапнул Крым. Посмотрел, огляделся. Посмотрел на реакцию. Обама просто, грубо говоря, заперся в кабинете. Это частично так и выглядело на самом деле. Президент США не отвечал на мейлы. Я просто много бы это слышал. Не буду подробно рассказывать. Он просто закрылся в своей гарвардской шкатулке с идеальным миром, с прекрасными цивилизованными людьми, с гендерными проблемами, с проблемами климата и прочей вот этой чепухой, на самом деле, по сравнению с этой угрозой, которая росла. И он был просто абсолютно парализован. Поэтому Путин на это дело посмотрел и решил с места в карьер оттяпать Крым, потом начать войну в Донбассе и так далее для имитации каких-то там сепаратистских движений. На самом деле никаких там сепаратистских движений ни там, ни там не было. Все была чистая агентура. Но он, по крайней мере, убедился в том, что надлежащая реакция. Вот если бы ничего сейчас не было, если бы Барак Обама отправил группу кораблей в исполнении духа, если не буквы, обязательно, то духа Будапештского меморандума про защиту Украины, как страны, которая добровольно лишилась ядерного статуса от ядерной державы. И тогда зашли в Черное море, встали вокруг портов и сказали, уходите вы, уходим мы, мы не верим ни в каких этих самых ополчений, ни в какую там русскую самооборону, мы знаем, что это ваши войска, какие-то дивизии, части, грунт и так далее. Вы выходите, дурака не валяете, и мы выходим тогда, и все. Статус-кво восстанавливается, Украина встает в своей границе. Тогда ничего бы этого дальше не было. Он бы что-то другое придумывал там, но он бы понял, что дальше оставаться нельзя, потому что когда бандит видит перед носом кулак, он понимает границы своих возможностей. Он же увидел абсолютно неадекватную реакцию из Соединенных Штатов в первую очередь, неадекватную угрозе и потенциальную. Ну и, конечно, его очень сильно вдохновляла развращенная, шикарная жизнь Европа, в которую Россия органично вливалась нефтью и газом, получая взамен ресурсы. Ангела Меркель, одна из главных виновников войны, нынешней фазы войны и той фазы. Я прекрасно помню, как они уговаривали не сопротивляться на Украину, как из Киева передавали пожелания западных партнеров в Симферополь разойтись вот этому митингу крымских татар, на который собралось там 15 тысяч мужчин со всего Крыма. И если бы, как бы, ну, я не буду никаких там, чего не было, этого не было, но вместо того, чтобы вывести войска, которые верны были, даже та часть, которая осталась верна в Украине, и раздать оружие этим мужчинам, чтобы изменило, безусловно, сценарий Путина, потому что он действительно трусливый бандит. Вместо этого поступил приказ из Киева участникам митинга разойтись. Ну, соответственно, через несколько часов был захвачен Совет Министров, Крыма и так далее. В Донецке и Луганске были свои сценарии, Славянске и так далее. И концептуально это выглядело так, что просто Путин почувствовал, что все у него в ногах валяются по разным причинам. Это он купил, там он строит газопровод, туда он вкладывает то. ФИФА он купил, кстати, тоже очень важный момент. ФИФА он купил, Олимпийский комитет он купил. То есть он понял, что все продается, все покупается. Вот как бы, ну, такое, знаете, уголовное ощущение. Весь мир козлы, все бабы блядь. Вот извините за такое слово, да. То есть я всем команду, я всех могу купить, все чмошники, а я такой крутой пацан. И вот я сейчас вот любую тут куплю и любого тут куплю, и любого зачморю, значит, и поставлю на место. У него было стойкое ощущение вот этого всего. Ну, плюс, конечно, подхалимаш, плюс люди вокруг, узкий круг ограниченных людей, которые воспевали царя. Вот, ему, он на самом деле поверил в эту миссию свою, на которую ему вложили такие, как-то, священник-чешевкунов и прочие там товарищи. Это я просто знаю там от людей. Причем от людей, которые сейчас уже в пропаганде работают, а раньше делали вид, что они там какие-то независимые. Вот, они даже тогда, в 12-м году, я помню, тоже Соловьев одному моему знакомому с ужасом говорил, что Путин сошел с ума, я имею в виду Владимир Соловьев, который тогда был таким оберлибералом таким, вот, сошел с ума, он верит, что он мессия, его попы окружают, историю дают читать, значит, ты должен спасти. Третий Рим, четвертого не бывать там. Все такое проще. Вот комплекс личных качеств, окружения, качество аналитики, я уж не говорю. То есть, докладывали все как... Ну, если он до сих пор верит Медведчуку, до сих пор, если Медведчук пишет какие-то статьи, но это значит, что Путин до сих пор ничего не понял вообще и не хочет понимать ничего. То есть, он абсолютно ведет себя... Я не буду его сравнивать с Гитлером. Это разные как бы вещи. Ну, они по многому одинаковые, но в чем-то разные. В чем одинаковые, так в том, что они категорически отказываются видеть реальность. Как Гитлер посылал всех своих, кто ему решил сообщить, что он потерпит поражение. Так это то же самое посылает. Ты просто трус, сыкло. Ты просто мне врешь. Ты там такой-то... Ну-ка, пошел отсюда. Он очень любит, кстати, издеваться над своими подчиненными. Он их унижает очень часто. Вот всех этих... Все, кто вокруг него, это люди, о которых он может в любой момент вытереть ноги, и они улыбнутся, и как бы пойдут дальше. Ну, вот... Как бы вот так вот и все. Но я вам хочу сказать, что не только русские не знали Украину, и не только Путин не знал Украину, и не только Запад не знал Украину, как мы понимаем, но и сама Украина себя до конца не знала. Потому что... Вот спрогнозировать вот тот ход событий, которые мы видели, я думаю, что никто в Украине до конца не мог. Потому что здесь уже, как говорил генерал Залужный, в начале, по-моему, вторжения, что все решается на поле боя, я не буду давать никаких прогнозов. Вот все решалось на поле боя под Киевом. Вот. И будет решаться тогда, ну и в разных местах других. И все будет решаться и дальше только на поле боя. Вся дипломатия уже как бы помножена на ноль, и все попытки ее оживить. Ну, можно заниматься воскрешением трупов. Ну, это бесполезное абсолютно явление. Все решится только на поле боя. И вопрос только в том, выйдет ли война за рамки Украины. Захочет ли Путин, учитывая его все предыдущие, вот это, знаете, говорят, ему это невыгодно, это нелогично, он не может на это пойти, он же все понимает, ничего он не понимает. И у него есть, например, большие войска сейчас в Калининградской области. Он содержит там неадекватное количество войск, например. Для чего? Да? Вот. То есть, если он завтра нападет на Польшу, там, устроит что-нибудь, применит там что-нибудь, я вообще ничему не удивлюсь. Просто мир должен быть готов к любым реакциям. Потому что Владимир Владимирович Путин живет в своем совершенно определенном мире. И как Гитлер будет, как Гитлер до конца, буквально до того, как он покончил с собой, он верил, что Германия победит. Ну вот так устроены головы фюреров. Кстати, они отличаются от диктаторов, потому что фюрер верит в свою избранность, потому что его несет на себе народ. И вот как и Гитлера, как и Муссолини, так и Путин нанес на себя народ. И вот эта их вера в свое мессианство, она базируется на всеобщем обожании, на почти тотальном обожании. А его обожали практически все, кроме тех, кого он считал маргиналом. Его воспевали, я не знаю, Чубайсы, всякие интеллектуалы, актеры, всякие там, и вот какого-то Высоцкого в песне «Виновен не жираф». Жираф, конечно, виновен, но все-таки коллективная вина лежит на всех этих публичных и близких, и дальних, и творческих, в том числе, людях, которые воспевали его гений, хвалили его за все, одобряли его чеченскую блестящую операцию. Но если как бы все вокруг считают, что я гений, ну, значит, я гений. Но вот он этот гений и несет, он будет нести до конца, он будет воевать до последнего россиянца. Вот он будет воевать, пока у него будет на это возможность, пока что-то не изменится, пока не будет сокрушительного военного поражения, пока что-то не случится. Но он будет воевать до упора, он не остановится, он не тот человек, который способен на чем-то остановиться. Вот так это мне выглядит, для меня выглядит. Это не Франко, это не Салазар, это не какие-то диктаторы, которые понимают, что надо консервироваться, там как-то еще нет. Это даже не династия Кимов. Это все совершенно другое. Это миссианство, вот это помноженное на безнаказанность. Он пойдет до конца. Но в какой-то мере до конца. Спасибо. Айдер, скажите, пожалуйста. Сразу несколько вопросов, которых вы коснулись, и мне хотелось бы... Первое. Первое. То, что Путин превзошел Гитлера, я в этом абсолютно убежден. Почему? Потому что Гитлер хотя бы старался развивать Германию. Строил дороги, проще и проще, поднимал экономику. А этот, наоборот, гробит свою экономику, гробит все, лишь бы свое собственное эго удовлетворять. Больше нет. Раз. Второе. Мне, честно говорю, я немножко занимался спортом, но так дошел до кандидата и все. А олимпийцы, это же люди, кладывают невероятный труд для того, чтобы достичь каких-то очень больших высот. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы их не допустить на Олимпиаду. С одной стороны, это справедливо, я считаю в этом, убежден абсолютно. А с другой стороны, мне этих ребят жалко. Но, тем не менее, вот ваше мнение по этому поводу. И еще, значит, они все время кричат о том, что воюют с НАТО, мотивируя это тем, мотивируя это тем, что якобы, раз НАТО поддерживает Украину вооружением, боеприпасами, какими-то другими формами помощи, значит, НАТО воюет. Я сразу провожу параллель с Израилем. Израиль воевал и воюет практически почти со всем арабским миром. Ему помогали цивилизованные страны, в первую очередь Соединенные Штаты, но никто не говорил о том, что воюя с Израилем, они воюют против цивилизованного мира. А этот позволяет себе подобные вещи. Как вы к этому относитесь? Ну, во-первых, я думаю, что вы сказали слово превзошел, в смысле, превзошел снизу Гитлера. То есть, он ниже Гитлера. То есть, более низкая как бы идеология и вообще личность более низкая сама по себе. она даже не отдает какими-то элементами, не знаю, какой-то там, ну, в общем, это грязный, какой-то, какой-то, совсем навозный фашизм. Потому что фашизм, он же всегда стремился к какому-то, но, к какому-то имперству, такому красивому. А это навозный фашизм. Это храм у них, вот этот главный храм Минобороны, похож как будто, извините, насрано просто. Вот куча, куча дерьма и сверху поставили куполочков, да. Значит, то, что он делает, ну, Гитлер был абсолютный звери-нелюдь. Но даже ему не приходило в голову бомбить города, где говорят по-немецки. Но не приходило в голову никогда. Я прошу прощения, перебью. Даже бывшие, с позволения сказать, советские города, вот мой родной Харьков три раза переходил из рук в руки. Я в Харькове помню себя, во всяком случае, с 45-го года. Не было подобных и близко разрушений. Не было. А сейчас ужас что творится? Я прошу прощения. Продолжайте. Нет, но у него идеология простая. Идеология бандита, маньяка, плюс мессианство вот это, которое он себе внушил, ему внушили. Но по большому счету он не изменился. Он каким был, таким и остался. Это человек, которому в детстве, наверное, били кучу комплексов. Вот. У меня есть основания так думать, потому что в свое время какая-то годовщина его была. Не корреспондент газеты, которую вы упомянули, где я работал, которую стыдно сейчас упоминать, потому что это абсолютный дирштюрмер. Это газета для дебилоидов и для просто абсолютного такого расширашистского быдла стала. Вот. Значит, поехал корреспондент, девушка туда, собирать про него материал, ну, к дню к юбилею, к какому-то юбилеванию какой-то там был, 10 лет назад или столько. И она приехала с вокзала прямо на планерку и говорит, вы знаете, я про него все узнал о приводе в свою юность, но вы это никогда не опубликуете. А этот редактор говорит, почему? Ну, потому что все говорили, что он чмошник, но никто под этим словами не подпишется. Вот и все. Как бы на фоне унижения каких-то, этим мы его не оправдываем. То, что там Гитлера не приняли в какую-то там академию художественную, это совсем не повод устраивать Холокост или Вторую мировую войну. И то, что тебя кто-то обидел, и ты компенсируешь, или отец тебя обижал, или там одноклассник какие-то, или там неудачи по службе были, кто-то тебя там в КГБ потеснил. Это вообще не оправдание ничему, это просто простое объяснение такое психологическое. Он сейчас компенсируется. Вот сейчас его, многие думают, что он совершает какие-то глупости, там, зачем он это делает. Наверняка, и в его окружении есть люди, которые думают, ну, шеф-то все, того, поехал крышей. А шеф-то находится в самом своем карфовом состоянии. Он играет с лубами людей. Он, я думаю, с одинаковым умилением, я рискну предположить, наблюдает смерти со всех сторон. То есть, в принципе, это зрелище маньяка. У него, в его вот этом бункере, или где там резиденции, стоят экраны, как я себе представляю. Слава Богу, технологии позволяют. Где репортажи из пыточных, онлайн, в записях, из Буча, наверняка, у него были там видео всякие. Приказы, конечно, исходили сверху. Это в этой армии так не работает. Ну, это армия тюрьма, армия зэковская, армия террористов, аморалов абсолютных этой армии назвать нельзя. Это сброд террористический, аморальный. Я думаю, что он наслаждается сценами пыток, сценами разрушений, разбомбленный, уничтоженный Мариуполь. И чем больше там погибло, тем он больше кайфует. Но, грубо говоря, он, грубо говоря, ментально, по крайней мере, на этом мастурбирует. Вот он наслаждается количеством жертв. И то, что там вот какие-то там, да пусть хоть 100 волновых атак идет на этот угледар, пусть хоть 100 тысяч волновых атак идет на Бахмут, живого места не осталось уже, да. Да положу я там хоть 3 миллиона этих людей, моих рабов, да вообще все равно. Но украинцев он ненавидит искренне всеми фибрами души, потому что украинцы нарушили его вообще картину мира. Майдан был величайшим оскорблением для него, как и вообще существование Украины как таковой. Поэтому я не вижу тут ничего удивительного. Он мстит. Он мстительный, злобный, маниакального типа. Я думаю, что если бы психиатры бы вот какого-нибудь серьезного пригласили, они бы вам объяснили, что такое личность маниакального типа. Вот это личность маниакального типа. Вот маньяки останавливаются только одни, они вообще-то трусливые. Они боятся одного, боли, боятся сопротивления, боятся очень смерти. Поэтому вот учитывая его боязнь смерти, я уверен, что он боится смерти, я не то, что совсем исключаю, совсем ничего исключить нельзя. Я всегда говорил, что он непредсказуем, по худшему варианту, но я думаю, что он не способен разрушить мир ценой собственной любимой жизни. Вот об этом говорят его чемоданы с фекалиями, об этом говорят его бронепоезда, его бункеры. Я думаю, что он эти бункеры строил как раз все эти годы, почему он не нападал, с 14-го полнопасштабно не нападал до 22-го. Он строил для себя норы всякие и так далее, и так далее. Но он маниакально боится болезней, вот эти длинные столы, вот это все это говорит, это еще много есть примеров из прошлой жизни, это говорит о его пранаидальном страхе смерти, но чужими жизнями, пока речь не пойдет непосредственно про его личную жизнь, прям его конкретно, может каких-то близких ему людей, не знаю, совсем уж близких, есть ли такие. Это я даже не про Шойгу, не про какого-то, не про каких-то Герасимов или даже Патрушев каких-нибудь друзей, тут уже друзей нет в таких ситуациях. Я думаю, что он будет, пока стадо, русское стадо идет на убой за деньги, деньги у него пока есть, слава богу, Меркель накидала, все нормально с его точки зрения. Конечно, все идет ненормально, конечно, они на это не рассчитывали, но в принципе его маниакальное наслаждение, оно сейчас удовлетворяется, потому что он с удовольствием просыпается утром, включает, когда высыпается, просыпается, включает свои мониторы, слушает ленивые эти доклады под чаек, что же там происходит, его личная жизнь никто не знает, дети там, не дети, кто там, что вокруг, кто там, вот и близкие его, но то, что он наслаждается ежедневно чужими страданиями, мне не вызывает никаких сомнений, если русские там думают, что их фюрер там вместе с ними, сжав кулаки, там где-то там доржет он над вами и смеется, и глумится, и издевается, и вообще ему, увы, неинтересно, затем как таковы, он играет живыми людьми в солдатиков, вот это его психология, то есть вот это маньяк, это маньячелло, вот если так можно сказать, вот такой вот раздухшийся маньяк, которому нормальный мир дал почувствовать себя, ну грубо говоря, живет такой Чикатило в подъезде, ну Чикатило, он как бы тайно все делал, да, он скрывался, там все маньяки скрывались, притворялись там хорошими семьянинами, там и так далее, вот, а этот маньяк начал в одной квартире ребенка изнасиловал, убил, в другой квартире жену зашел, изнасиловал, убил, ничего нет, ну как не разгуляться, как бы, таким фантазиям маньяческим, вот он разгулял, он же открыто говорил, он в Сирии уничтожал, здесь Запад на это смотрел, равнодушно абсолютно, да, он устраивал потоки беженцев, в первую очередь в Турцию, но и в Европейский Союз, другие страны, все глотали и продолжали сосать у него этот газ и нефть, да, этот газ и нефть, значит дальше, он открыто говорил на всех конференциях, Путин самый откровенный маньяк, это просто чикатило, как сказать, чикатило, публичный чикатило, такой, да, он на всех конференциях этих маньяк, он говорил, у России нет границ, я вас всех уничтожу, ядерный пепел, там, просто его никто не хотел слушать, потому что у всех ушли были забиты сардельками, там, колбасами, шампанским и сырами, и все было хорошо, устрицами, ну, все, все жрали, вообще сытость человечества, это главный признак ближайшегося большого звездица, да, потому что, когда человек ест, у него от мозга кровь оттекает, по органам растекается, его интересуют развлечения, еда, значит, вот я сегодня живой, здоровый, все, какой там Путин, а Путин говорит, я в Сирии тренируюсь, запускаю ракеты с Каспийского моря, я когда он это сказал, я сразу понял, что он готовится к такому методу ведения войны против Украины, получится дальше и против остального мира, вот, у меня культуре виска говорили, почему, я говорю, ну, потому что он сказал это, ну, а для чего он тренируется в Сирии запускать ракеты с Каспии, чтобы напасть на кого, на кого, на Папуа-Новую Гвинею, там на Индию, на Пакистан, на кого он, конечно, Украина, это первый объект его мессии, это было видно по всем его высказаниям об Украине, по его тону, в общем, для меня он никакой тайны вот в своем поступке 24 февраля, прошлого года, для меня никакой тайны в его поступке в этом не было, я даже без всяких моих знакомых там, которые предупреждали, звонили там из-за границы и так далее, я и без них прекрасно знал, что будет, вот, и этот вопрос был только дней, и все, кто в это не верил, ну, я поздравляю, ребят, ну, такие люди, как вы, стоят под бетонными плитами, держащимися, держащимися там на каких-то полениях и ждут, когда они на вас упадут, ну, стойте, ждите дальше, вот, вот, мир весь выглядел таким дурным каким-то подростком, который стоял под бетонной плитой, который держался на соплях, ну, вот, вот он, бетонная плита рухнула, слава богу, но плюс в том, что, конечно, мы сейчас наблюдаем ту ситуацию, когда, как если бы в 1939 году мир ступился бы за Польшу, вот, если бы тогда, вот, хотя бы в таком виде, да, вот, на этой мотапе мы сейчас находимся, Польша, что выйдет, Польша, которая стоит, которая не побеждена, а стоит, вот, и, грубо говоря, Китай не открыл второй фронт, то есть, Сталин же тоже ждал, что у Гитера с Польшей получится, ступится ли Запад или нет, он посмотрел, он вступил в войну, по-моему, через неделю, через сколько там дней, начали, 17 дней, да, вот, то же самое, Китай стоял, ждал, безусловно, Китай бы, если бы Блицкрик удался, он бы что-нибудь тоже там учудил, вот, скорее всего, вот, но все пошло не так, вот мы сейчас находимся в 39-м году, и Польша стоит уже год, с помощью реальной какой-то помощи, да, и поддержки экономической, военной страны мира, что будет дальше, вот, вот этот вариант теперь, то есть, человечество извлекло урок, что все-таки в Польше нужно помогать, вот тогда они помогали, а сейчас все-таки Польше нужно, но дальше пока, прогресс человеческий, неизвестно, куда дальше пошел, вот что дальше будет, по-хорошему, если бы НАТО хотел остановить Путина, это делается буквально за неделю, но пока они смотрят, что будет, вот, ну, я думаю, что их реакция будет, соответственно, тому, что сейчас сделает Путин. хорошо, хорошо, Айдер, скажите, пожалуйста, вот мы в своей страничке на Фейсбуке написали, я цитирую просто, работа Кремля по представлению Украины страной, где царят антисемитизм и страх расправ над евреями, продолжится с прежней силой, если не с новой. Хочу обратить на это внимание украинского общества и власти. Возможно, именно сейчас из России будут выделены специальные транши на жесткие кровавые антисемитские акции, а то у них концы с концами не сходятся. И еще, вы напомнили, что впереди выборы, это значит, что будет террор. Вот еще одна цитата. Будем внимательны к тем, но непрерывно трендить про угрозу для евреев в Украине. Уверен, что у этих людей с Москвой прямые и рабочие связи. Подожженные синагоги, убитые евреи, их московским контактам очень нужны. Вот здесь. Скажите, пожалуйста, была ли реакция на ваши слова? Вы обращались к СБУ, к национальной полиции, к еврейским организациям с призывом приготовиться к провокациям. Как реагировали на ваши слова? Ну, одну провокацию-то я сам лично предотвратил. Слава Богу, не дошло до убийств, о чем я. Ну, как бы я всегда прогнозирую по худшему сценарию. Вот у меня такое есть качество. Вот я прогнозирую по худшему. До убийств не дошло, заказных, для имитации вот этого. Но и была такая группа людей в Украине, которых мы с моим другом Павлом Фельблюмом, который, кстати, был, по-моему, главой попечистского совета, главной синагоги, вот это на Китай-городе. Он восстановил купол в свое время. Он очень порядочный человек. И сам он родом из Украины. Но родители жили в СССР, понятно, да. Он потом долго жил в Москве. Занимался именно такой какой-то хорошей деятельностью. Но в итоге все это пошло, естественно, право, потому что все еврейские организации были захвачены ФСБ там. Вот. Ему тоже сделали подобное предложение. Он отказался, вылетел отовсюду там, отовсюду. И потом вот я приехал, он приехал там через год сюда. И сейчас он, Павел Фельблюм, про него сейчас пишут, что бывший там, типа главный, один из главных евреев Москвы собирает ударные дроны для засуда. Павел Фельблюм, человек, которым я горжусь, мой самый близкий друг, действительно, при поддержке своих друзей с разных стран мира, вот, действительно, делает ударные дроны для засуда, для борьбы с русским фашизмом. Вот. А тогда, значит, мы и назвали, спасли вот этих людей, борцами за антисемитизм. Вот, есть борцы с антисемитизмом, но есть борцы за антисемитизмом. Доходило до смешного. Они, ну, как смешного, они, значит, что делали? Они засылали сюда каких-то деятелей, которые устраивали акции. Это можно где-то, вот, я не знаю, какой год эти цитаты, Аркадий? Какой это был? Я сейчас не скажу это. Ну, это, наверное, 17-е, 16-е, 18-е годы, наверное, вот так. Ну, вот, это был пик трендежа про особый украинский антисемитизм, про украинский холокост-пуль, как будто это украинцы там собирались расстреливать бабьем Яру евреев и так далее. Вот, ну, то есть манипуляции шли и внутри страны, и снаружи. Был такой, единственный, кого я помню фамилию, а нет, я не помню его фамилию. Ну, вообще, короче, их смыло, как в унитаз просто. Ни одного борца за антисемитизм, ни одного профессионального, вот этого, обличителя украинского нацизма, антисемитизма, их просто нет. 24 февраля их перестало быть. Они свою миссию сдали, где-то сейчас обретаются, найдем и поблагодарим когда-нибудь этих людей, но их просто как смыло. Напротив, все настоящие, настоящие, подчеркиваю, реальные еврейские организации, все как один стали на защиту Украины, вот, и никаких тут вообще даже вопросов нет, и всем стало понятно, но война, она как бы обнажает все, никакого антисемитизма нет, никакого фашизма нет, ничего нет, но имитацией этого всего они занимались долгие годы. Вот была такая акция, когда один там черт, ну, кого надо, эти фамилии есть, я просто забыл, у меня такой памяти нет, на имена фамилии, забыл, как его зовут, его специально из Москвы прислали, и он решил тут устроить акцию под названием с хэштегом «Убей жида». Можешь себе представить? В Фейсбуке. Напомню это. Вот. Призыв был такой, каждый украинец неравнодушный к проявлениям антисемитизма и расизма, антисемитизма, значит, должен в своем селе, городе, в областном центре, райцентре Украины, значит, с фотографии сделать селфи с надписью «Убей жида», выложить его, указать хэштег, геотег, с тем, чтобы привлечь внимание к проблеме антисемитизма в Украине. Но проблема-то в том, что я объездил немало городов и сел Украины, таких надписей не существует в природе. Их не было никогда. Вот. Я видел их достаточно в Москве, в которой прожил 17 лет. Ненавязчиво. Идешь вдоль забора, написана вот эта фраза. В Украине как такового вообще, как факта этого не было. Просто не было, и все. И понятно, что люди, что была сетка какая-то вот этих людей, избу не раз скрывала эти сетки, за деньги там, в синагоги поджигали. Те же самые люди кидали там зажигательную смесь в консульство Польши, еще, по-моему, там в какое-то еще консульство кидали, памятники валили на еврейских кладбищах. Это просто заказывали через сетку эту. И вот мы вовремя с Пашей это увидели, по-моему, он увидел. Дали пару интервью, я написал в Фейсбуке. И этот черт свалил моментально. И акция «Убей жеда» для имитации антисемитизма в Украине закрылась медным тазом за буквально три дня. И никаких негде от эгов. Все испугались светиться. Вот. И как бы в этой провокации ничего не было. Кому надо, те напомнят его фамилию. Вот. Еще был случай, когда опять я забыл, вот этот был лидер борцов за антисемитизм в Украине, кремлевский наймит. Просто забыл его имя. Слава Богу, я таких не запоминаю. Вот. И он давал интервью с удовольствием западным всяким СМИ. И мне из Швеции звонит мой друг, который знает реальную ситуацию. Он говорит, что у вас за агентура там раздает интервью про антисемитизм, фашизм в Украине. Звонит абсолютный швед. И говорит, просто на вашей газете вышло интервью, что в Украине там евреев гоняют, там кругом антисемитизм, кругом там все везде, там ужас, страх и ужас, значит, там если ты еврей, ты прячешься там в квартире, не можешь выйти из дома. Но это был тот самый черт, я посмотрел это интервью. Западные журналисты, многие такие лопоухие, розовые, они всему верят, а тем более, когда говорят, что вот притесняют меньшинства, особенно евреев, там или другие меньшинства, что вот это действительно все так. Все это было абсолютной картинкой для потребителя. Вот, например, в Украине, я же могу сравнивать, я жил в Москве 17 лет, я родился в Тамбове. Я знаю, какой там уровень антисемитизма, насколько он звериный, насколько он такой, ну, скажем так, совсем не сказочный. Согласно всем вопросам, в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. Вообще в Европе самый низкий, реально самый низкий. Тут эта повестка не стоит на повестке, нет, грубо говоря, здесь не было этого. Здесь антисемитизм, ну, если это можно на уровне анекдотов, вот на уровне анекдотов он там есть, но анекдоты есть всякие про всех, да? Я думаю, что в свое время их сочиняло ФСБ, КГБ точнее, чтобы держать всех в стойле, да? Вот, а практического антисемитизма, практического фашизма, слушайте, про фашизм в Украине, про нацизм, рассказывали жители городов, где сотнями людей убивали за внешность. Я жил в это время в Москве, я помню эти сводки, эти скинхедов, этих питерских скинхедов, то есть, это вообще просто был разговор с больной головой на абсолютно здоровый, то есть, в Украине вообще, в принципе, уровень ненависти, он просто на порядок, на два порядка, сто раз ниже. Здесь даже, мне не знаю, люди, когда в троллейбусе ссорятся в Киеве, такое ощущение, что встретились две старых одноклассницы, которые не виделись 30 лет, это вот они там чуть громче обычно разговаривают, да, а ты прислушаешься, там что-то не там, кто-то кому-то наступил на что-то на ногу, там, или заделся в чью-то сумку, там, или что-то. Здесь нет вот такого уровня агрессии, это абсолютно совсем другая страна. Украина очень мягкая, она мягче даже своих всех соседних стран, в принципе, всех, вот по уровню межличностных отношений. Здесь нет ни накала страстей, никакого ни накала антимитизма, никакого ни накала... Здесь даже, ну, как бы здесь все вот крайнее, настолько марганализовано и находится в своей вот какой-то кульке, да, в своей бульбышке, да, что это вообще не влияет на мейнстрим. Здесь есть другие проблемы, но есть они и будут, но здесь точно это не такой масштаб, как об этом специально рассказывали русские. Они маскировали, они готовились к вторжению, они дембрализовывали Запад, они разрывали мозги западным индивидуальным элитам, они разрывали мозги, они хотели разрушить западный мир, союз и так далее вот этими сказками, но вот война все расставила в промасштабное вторжение, расставила все на свои места. В эту ложь теперь никто уже никогда не поверит. Ни про нацистов из Азова. Я был на встрече в Израиле с ветераном Азова и с супругой человек, который находится в плену. Там такие вообще фашисты, что просто все, просто смешно даже об этом говорить. интеллектуалы, цивилизованные европейские люди, ну просто хрень собачья. Но вот они этот корм скармливали Западу до поры до времени. Сейчас уже это никому не скормишь. Все, время прошло. Спасибо, Эдер. Я хочу только немножко добавить одну иллюстрацию к вашим словам. Где-то в апреле, по-моему, это был апрель, может быть, май, в эти месяцы. По интернету пришло вот такое мощное такое сообщение о том, фотография, три юных, молодых, молодых человека в Виннице, белые футболки, на которых написано «бей же да». подхватили и начал разбираться дальше. Ёлки-палки. Оказывается, эти ребята походили этих футболках где-то минут 15-20. Потом им насовали кулаков и сдали в полицию. На этом все закончилось. Ну это за деньги. Они такие акции, все эти акции на кладбищах, на синагогах, это все устраивали просто... К сожалению, есть такие люди, есть такие маргиналы в Украине, слушайте, которые за 500 гривен координаты сообщали соседнего дома. Значит, понимаете, то есть есть такое, такие ублюдки, есть, наверное, в каждой стране в каком-то количестве. И вот такие ублюдки, которые за деньги готовы мать родную убить, да, то есть вообще безголовые. Ну находили таких, они умеют... КГБ всегда умело работать с маргинальными сообществами в разных странах мира. Да, пусть их минимум, но они недорогие и как бы и вонючие, да. Но на самом деле под грунтя, ну как бы основание общественного под этим совершенно никакого нет. Это была чистая имитация, и отсюда это было видно хорошо. Но просто, особенно мне, как человеку, я сам, извините, крымец, да, крымский татарин, как говорят, да, это на самом деле неправильно, но неважно. Я крымец, да, и вот я всегда чувствовал себя меньшинством, везде, в школе, в институте, там, я буду с Россией, подчеркиваю, да, всегда в Крыму, когда там родственники маячутся, это всегда себя в меньшинстве. И я бы, вот это, притеснение любого народа, я бы это первый заметил. Я всю жизнь боролся с антисемитизмом, просто сейчас уже невозможно поднять эти архивы. Фейсбук мой основной заблокирован, наверное, будет удален. А сайт Эхо Москвы, где у меня был блог до поры до времени, значит, он просто добровольно был удален агентом ФСБ Венедиктовым. Вот, и поэтому не найти этих публикаций. Но я реально всегда боролся с любым преследованием любых меньшинств, как сексуальных, так и этнических, и так далее. И я бы это точно почувствовал, но я никогда этого не чувствовал в Украине. В Украине мне всегда было комфортно, и как представитель своего народа, и как человек, который смотрит за тем, как относится к другим. Здесь всегда защищающих меньшинств было на два порядка больше, чем дебилов, которые пытались что-то из себя изобразить за деньги, или потому что они сумасшедшие. Скажите, пожалуйста, раз уж мы коснулись Крыма, крымско-татарского народа, вот скажите, я приведу только вашу цитату. Русские оккупанты, настолько тупые варвары, что даже не стесняются евроремонта, в кавычках, в ханском дворце. Дебилы, разрушители, нелюди. На своих церквях купола изменяйте, на новые и хвалитесь этим. Украина должна подать за это преступление против крымско-татарского народа в международный суд. Ваши слова имелись о продолжении? Да нет, но это же вы вспоминаете 16-й год. У вас такие давние цитаты. Я даже не могу их найти сейчас. Я докурился. Спасибо большое, но я не могу их найти, потому что мой аккаунт, где я все это писал, они забанены. Этот аккаунт в Facebook удаляет. Я буду, наверное, в суд подавать, реально, через американских друзей в суд на Facebook, потому что они украли всю мою интеллектуальную собственность за 11 лет. Последнюю, да. Я не могу даже посмотреть свои тексты. Это было тогда, когда они срывали старую черепицу с крыши ханского дворца, единственного оставшегося здания дворцовой архитектуры крымского ханства. Это уникальный совершенно памятник. Нет ни одного аналога в мире. Нигде ничего похожего нет. Он один в этом разделе, да, вот архитектура, светская и крымская архитектура. Они просто покидали эту черепицу старую, которой там по 200-300 лет, сколько там было, убрали деревянные перекрытия, на которых она держалась, и захреначили туда что-то там такое, какую-то там европлитку, итальянскую или свою какую-то, положили эту черепицу. Это варварство, но они варвары. Я не могу ничего с этим поделать. Конечно, они разрушили ханский дворец. Причем надо сказать, что это же у них традиция. То, что вот было в комплексе ханского дворца, бишь сарай, это всего лишь пятая часть от его изначального размера. Там первый прошелся еще, по-моему, Миних, еще при Анияновне, или при Анияновне, когда он совершил поход на Бахчисара, еще не было оккупации, но он там пожег много чего. Потом добили это Суворов, вся вот эта шобла, потемкинская. Они что-то уничтожили, все содержимое, все нутро практически, генуэзской крепости, хотя на самом деле она хазарская еще, но не важно, называется генуэз-судаке. Они разбирали храмы и строили из них казармы, они разрушали все источники, до которых могли дотянуться. И эта традиция, это как Хаджимурати у Толстого, они просто, извините, срут в источник. Но вот это столкновение двух цивилизаций, как Лос-Педривянский говорит, он гениальную формулу вывел, цивилизация мрамора и цивилизация дерьма. Вот они не сливаются никак, они одно к другому никак не липнет, одно может только захламить, другое. И вот они себя ведут так всегда, при Льве Толстом, при Иване Грозе, при каком-нибудь Александру Невскому, при Путине, ничего в них не меняется. Это тупиковая вещь общественной эволюции. Они могут на себя что угодно надеть и персонально выглядеть, как кто угодно, но они остаются внутри себя дикарями, которые при случае просто нагадят источников. Ну, в таком широком смысле этого слова. Как могут, я не знаю, я никаких обобщенных оценок народу не даю, но я считаю, что я много раз в этом говорил, что сейчас слово русский, это давно уже никакой нет. Я не знаю, когда этот рубеж был перейден. По крайней мере, в советское время русскими записывали всех, желающих и нежелающих. И вы все прекрасно это знаете. И мне предлагали записаться русским. То есть у меня вообще, когда я пришел в 87-м году в Тамбовский паспортный стол, она говорит, а крымский татарин нет такой национальности. Есть просто татарин. А просто татарин это просто стереть народ с лица земли, объявить пришельцами и смешать туда, где там за Волгой, смешать с какими-то татаро-монголами, там мифическими, которых не существовало никогда. Ну и все. А второй вариант, а что вы, говорит, мучаетесь? Запишитесь русским. Так вам легче будет жить. Так говорили всем. Так говорили украинцам. Так говорили всем. Поэтому говорить сейчас о каком-то русском этносе, это просто вообще невозможно. Это просто невозможно. И сейчас за русскую идею, за русский мир воюют люди в каких угодно раз изначально народов и так далее. Манкурты всех времен, это инклюзивный фашизм, это заходи, дорогой, гостем будешь. Если ты за русский мир готов убивать и умирать, будешь русским. Какие проблемы? Иди и убивай. Вот тут, кстати, он тоже превзошел, но может быть, вот тут превзошел он Гитлер в этой инклюзивности. Гитлер не давал всем право вставать арийцами. А в этом навозном фашизме, расшизме, да пожалуйста, обмазался говном и испачивал себя кровью чужой. То есть проявил себя как животное неадекватное, бешеное, потому что нормальное животное никогда само не нападает. Проявил себя как бешеное животное. Все, заходи, русским будешь. Вот так они, поэтому когда говорят о русофобии, русских не обижайте, на себя обижайтесь. Это вы из этого слова сотворили символом маниичизма и неадекватности, и терроризма, и садизма. Это же не я это придумал. Вот и все. Я всю жизнь, где бы я ни жил, я лучше всех знал русский язык, я учился лучше многих из них, и я всегда исправлял их ошибки, и я все равно понял, что я зря это делал. Я пытался предать человеческий облик тому, что человечеством не являлось. И все-таки имел какие-то иллюзии до определенного момента, что это общество может хотя бы вести себя немножко как люди. Да, я всегда защищал крымских татар, всех евреев, кого угодно от их великодержави, но я не думал, что они настолько неизлечимы окончательно. От этих иллюзий я избавился, к счастью. Некоторые не избавились до сих пор, но это уже не моя проблема, это понимание сущности вот этого русской идеи, русского мира. Все до навоза просто. Говно и кровь. Там ничего больше нет. Ни искусства, ни науки, ни идеи не было, если честно сказать-то нечему. Все ворованы. Понятно. Хорошо, спасибо. Тогда не будем глубоко уходить, там еще есть несколько цитат. Давайте поговорим вот о чем. То, что я считаю невероятным преступлением. Что такое, вот чем объяснить, тоже понятно, наверное, все-таки ваше мнение о сегодняшнем звездопаде в целом ряде министерств, ну, начиная с Министерства обороны и не только это. На что тут такое блестящее, абсолютно военное Александр Павлюк стал первым замом министра обороны. Ну, ничего плохого я там не вижу. Виталий Денега стал одним из замов, это основатель фонда «Повернись живым». И основатель, кстати, подпишитесь на канал «Ukrainian Witness». Это они с первых дней полумасштабного вторжения вместе со своим товарищем Сергеем Мельчуком, журналистом, они фиксировали войну. И интервью там прекрасные, и все. Это вот он с Виталием создатели этих двух проектов изначально. Сейчас там «Повернись живым» другой руководитель, но он был сооснователем, основателем я уже не знаю, как правильно назвать. И еще третий, третий, Андрей Шевченко, бывший посол в Канаде. Бывший журналист, которого я лично знаю, и его, и знаю его сестру, прекрасную тоже, патриотичную девушку украинскую, абсолютно патриотичную, прекрасную, они сами себя с Черниговщины, и украиномовные, и патриоты. У Андрея Шевченко прат погиб героически вот весной. Поэтому я могу сказать, что это такие назначения, ну а что тут можно прокомментировать, кроме как плюс? Это плюс, хорошо, не будем. Нет, а что тут? Ну это я не знаю, где вы еще найдете таких людей, просто я всех троих так получает на павлика, я не знаю, я просто про него очень много слышал, это главком сухопутных войск, да, это блестящие генералы, и все, что я не услышал, это блеск абсолютный, от военных. А двух других я знаю. Айдер, дорогой, я немножко не о том, я о другой стороне вопроса, что люди на уровне замминистра в годы, во время войны, кровавейшей войны, жесточайшей войны, к нему приходят и находят у него при обыске 600 тысяч долларов. У другого замминистра находят 10 миллионов гривен. Ребята, это как? Ну это никак, но вы знаете, я просто хочу сказать, что сейчас мы занимаемся вот, это все понятно, все должно быть расследовано и так далее, я никакой, из меня защитник коррупции никакого не получится, я всю жизнь бессеребренный, у меня ничего нет, но я категорически против коррупции, мародерства и всего остального прочего, но извините, пожалуйста, вам не кажется, что вот это сейчас раскручивают те же самые люди, те же самые РТ, которые рассчитывают на реванш Трампа, которые рассчитывают на отвод Америки, на продвижение этого элиты маги, на просто, ну, на разрушение Америки как сущности, и продвигают вот эту идею о какой-то сверхкоррумпированности Украины, да, Украина коррумпированная страна, но вот условно есть коррупция в Украине, да, но мне кажется, все-таки страна Украины это, прежде всего, страна воюющая за все человечество, то, что она коррумпированная, но давайте вспомним, скольких министров иностранных дел и премьер-министр Австрии у Путина, совершенно откровенно просто, просто за столом покупал, как проституток, извините, она с ним танцевала просто как саунная, извините, какая-то девочка вызванная в сауну, я прошу прощения, бандитом каким-нибудь, австрийская, Австрия, Вена, там, понимаете, вальсы Шуберта, да, вот, пожалуйста, премьер-министр Франции был куплен русскими, совершенно откровенно, об этом всем известно уже, да, но Ангела Меркель, я думаю, это вопрос просто времени, вот, и ее министра и так далее, я прошу прощения, а Трамп на кого работал, вот, на самом деле, моя главная цитата, это как раз про Трампа, это, я написал о том, что, если вы забьете, может быть, на этом где-то еще это есть, просто, я за полгода до выборов, за полгода, нет, за выборов было, по-моему, пять месяцев, четыре, где-то, это было июль шестнадцатого года, я написал, что Трамп, это ставление Кремля, что Путин будет его продвигать и так далее, ну, все так и случилось, и получилось у них тогда, ну, слава богу, на американской демократе как-то у нее сработали какие-то механизмы, об этом нужно долго говорить, но сработали, вот, и защитные от этого ковида, но Трамп, это абсолютно беспринципный, аморальный, аферист, как вот можно было такого навязать консервативной Америке, республиканцам, американским, да, навязать, и колеблющимся тоже, голосовали не только республиканцы, аморала абсолютного человека, который, да и бизнесменом его сложно назвать, это авантюрист, да, и то, что, как он перед Путиным стоял, чуть не на коленях, будучи выше его на голову, а фактически, ну, это было унижение для Америки, в Кельсинке, вот это все, и он сейчас продолжает унижать Америку, своим поведением, своими глупостями, вот этими пропутинскими, вот, ну, как бы, я-то равно удаленно от республиканцев, демократов, я не гражданин Америки, но просто, совершенно очевидно, что Трамп, это какой-то рак совести, просто полностью, который должен пройти в Америке, это абсолютное извращение, такого просто, ну, вот, если Путину удалось продвинуть, помочь, а он помогал, это доказанные факты, с помощью и фабрик троллей, и там, и так далее, если он помог такому человеку стать президентом Америки, ну, вот все говорят про еврейский заговор, какой-то вот, твердят уже не первые столетия, так, а заговор, так, а русский был, оказывается, это русские подмяли под себя политические элиты, и общественные мнения многих стран мира, это они, это страшный заговор, это не какой-то там, северских мудрецов, да, это вот они все рассказывали про евреев, на самом деле, будучи такими, вот именно людьми, которые заговорами мыслят, которые бесцеремонно покупают, именно они приписывали евреям те качества, которые сами себе несли, да, и вот, вот как раз это, антисемитизм, это как раз попытка свои грехи переложить на других, они, вот русский заговор, мы свидетели, вот того, слава богу, он до конца не сработал, слава богу, все-таки, все это не получилось до конца, сценарий у них был четкий, нападение на Украину было рассчитано на второй срок Дональда Трампа, очевидно, вот и все, мое убеждение в этом. Я вам скажу, вы ответили сразу на два моих вопроса, которые я не успел еще задать, и цитату привели именно ту, которую я предотвратил. Хорошо, замечательно, спасибо. Еще вопрос касаемый Украины. Скажите, пожалуйста, я не знаю, не помню, может быть, я пропустил, идет война, объявлено военное положение или нет? Почему я об этом задаю вопрос? Будут ли выборы? Во время войны выборов президента Украины быть не удалось? Но у меня складывается впечатление, что началась подготовка к выборам. А будет ли она? Согласен? Никакой подготовки к выборам нет, никаких выборов не будет. Не будет. Отлично. Хорошо. Еще вопрос такого характера, но он такой более схоластический. Значит, я хочу задать вот такой вопрос. Это мои ощущения. В самом начале войны где-то первые месяц, полтора у Путина или у кого-то из его окружения пролетела потрясающая фраза, которая меня жутко насторожила. Мы отбросим их в 18 век, имеется в виду Украина. И то, что они сегодня делают, это именно это. Но меня удивляет, почему никого это не насторожило? Ну, потому что, потому что, ну, потому что человечество чудовищно поглупело в последнее время. Потому что политические элиты Запада стали состоять не из военных, а из выпускников Гарварда, вот, идеологи которых договариваются со всеми, ублажать маньяков. Но ничего, что Чикатило там съел сирийских детей или там грузинских детей или чеченских детей. С ним же можно договориться, он же человек с руками, ногами, с головой, смотри-ка, пиджак носит галстук. Это дебильный подход. Последним нормальным президентом США, адекватным, был Джордж Буш-младший. Над ним очень сильно смеялись, он был последним адекватным президентом Соединенных Штатов. Он последним был, кто служил в армии, вот, перед вот этой потом тусовочкой всей, талонуито, просравшей все. Да, и он последний, кто настаивал, как сейчас выясняется, на приеме Украины в НАТО. Он видел это все наперед. Но кто его слушал? Все же были уже подкормлены Газпромом, нефтедолларами. Йорк, он развратил, купил, превратил в собственный бордель, где русские развлекались, заказывали устрицы, шампанское за 150 тысяч евро и гоняли официанток там где-то в этом, как это называется, курортах и так далее. Они чувствуют, что они поймали бога за бороду, а черта за хвост и управляют миром. Ну, вот так. Но вот эта самонадеянность их изгубила, на самом деле. Хорошо. Еще вопрос. Дальше я передам. У меня есть еще вопрос, но я остановлюсь. Дальше будут спрашивать люди. Вопрос такой. Вы уже немножечко коснулись темы либеральных наших изданий. Сейчас, если вы сказали, хорошо сказали, мне это понравилось. А Дожде с ее лидером. Вот. Ой, Эхо Москвы. Вы коснулись Эхо Москвы. Ваше мнение о таких либеральных изданиях. Дождь. Эхо Москвы. И Медуза в том же ряду, наверное. О деятельности либеральных политэмигрантов. Каспаров, Ходорковский. О сидящих я, наверное, не буду говорить. Там Владимир Карамурза у меня вызывает восхищение особое. Но это второе. И тут же сразу же при недавней призы обращения Григория Александровича Явлинский. А тут призыв. Его призыв. Ваше мнение об этом всем. Ну, Явлинский это просто сотрудник Кремля. Тут не о чем говорить. Карамурзу младшего мне так же жалко. Вот. Я считаю, что, конечно, его погубил. Не погубил. Я надеюсь, что украинская армия освободит всех. Включая Володю. Вот. Но в итоге. Но слишком нельзя так любить Россию. Это самоубийство. Но это 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 ну просто уже в нездоровой форме. Но нельзя так любить Россию. Ну она этого не заслуживает. Ну абсолютно. Вот он не пожертвовал собой. Мы не можем говорить пожертвовал собой или там положился как написали Навальный положиться на плаху. Минуточку, ребят. Сейчас гибнут тысячи украинских воинов. Вот. Поэтому не надо перегибать. Они всего лишь по сравнению с нашими погибшими сидят в тюрьме. Вот. И пишут оттуда статьи в журнал Time, как Илья Ешин, который до этого был главой призывной комиссии военкомата Красносельского района города Москвы. И получал почетные грамоты. за призыв в российскую армию, которая уже оккупировала Крым и так далее. Я не буду мораль читать. Безусловно, я не всех не прокомментирую и не собираюсь комментировать всех. Я просто считаю, что в принципе никакая российская оппозиция, включая откровенных агентов, содержантов и управляемых Кремлем людей, как Муратов или Бенедиктов, доказательств доказывать это не нужно. Люди, которые уничтожают свои СМИ по команде Кремля за один день, не являются ни один журналист так бы не поступил. Ни один редактор не уничтожит архив своего СМИ за один день по команде Кремля. Тут, мне кажется, парашют просто за спиной Штирлица три квартала занимал. Ну, как бы тут уже я даже не знаю, что доказать. То, что божевильность вошедшего Нобелевского комитета. Но давайте вспомним, а сколько Нобелевских лауреатов встали на сторону Украины. Давайте не будем брать физику, химию. Литература и премии мира. Ответ никто. Вот такой уровень отбора Нобелевских лауреатов. Когда вместо Мустафы Джимилера дают Нобелевских лауреатов таким людям, людям такого уровня и формата и масштаба личности, как Дмитрий Муратов. Или там еще можно пересчитать, кому до этого давали. Ну, у меня нет комментариев к этому. Ну, окей. Ну, значит, такой комитет. Сами себя пронумеровали. Так же, как Amnesty International. Многое помножено на ноль вообще в мире. Много фейков помножено на ноль. И этот, как это, много организаций, Красный Крест международный помножен на ноль. Не просто ООН помножена на ноль. Это вопрос просто физического распада, это вопрос времени или переформатирования коренного. Но они, вот в данной ситуации, они помножены на ноль. Их не существует как экторов истории современной. Точно так же, как экторов современной истории не существует ни одного российского оппозиционера. Условно. Иммигранта, политиммигранта. Они могут быть хуже, лучше, честнее, там, не признавшие сразу выступшие против оккупации Крыма или не сразу, или не выступившие. Я не буду сейчас никаких фамилий называть. В человеческом плане мы к ним можно по-разному относиться, но в целом они уже не влияют на историю. Историю сейчас творят на Рамштайне, историю творят наши военачальники, но изначально перелом истории, начали творить историю украинские воины и терророборонщики и добровольцы, которые, имея соотношение один к двенадцати, уничтожили российскую армию вокруг Киева. Вот это люди, многие из них погибли. И имена этих людей нам еще предстоит узнать. Вот творит историю, настоящие, в настоящем творят историю и сейчас творят историю украинцы, имен которых большинство людей не знает. И это люди, многие там, предприниматели, фермеры, которые, воюя за свои семьи, за свое достоинство, за свою страну, воюя за весь мир. Вот кто творит историю. Но рядом Нобелевской премии следующие десять лет должны признавать украинских солдат и офицеров, вот мира, потому что только на них мир и держится, на самом деле, а не на чем другом. Спасибо, Ренат. Ой, извини, пожалуйста. У меня вновь, Ренат Чубаров, хотел о нем, но это потом. Ну, Чубаров рефат, но не имеет значения. Рефат. Нас часто путают имена, поэтому имена, я понимаю, что не все всегда их слышат часто, поэтому я сам часто ошибаюсь в именах, поэтому я просто не ошибусь про Аркадий, потому что я с Бабченко много лет имею дело, поэтому Аркадий я уже как-то не путаю. Понятно. Понятно. Так, друзья мои, традиционно, первый час я задаю вопросы, потом передаю слово желающим. Пожалуйста, рука или включайте, вы знаете как. Хорошо. Марат был первым, Рая Шевцова был выйдет второй. Марат, включи микрофон, пожалуйста. Марат, микрофон. У тебя не включен микрофон. Ну, ты же не первый раз, Марат, ну, включи же. Ну-ка, есть. Опять ушло. Спасибо очень большое вам за информацию, которую вы сегодня дали. У меня два, наверное, вопроса. Первый. как можно оценить деятельность вашего президента до войны и во время войны? Если можно, коротко. Да, спасибо, господин Марат, я долго не смогу уже, вот, поэтому я буду отвечать коротко. Ну, наверное, все понятно. Владимир Зеленский пришел к власти с иллюзией возможного мира с Россией, с Путиным. К сожалению, эту иллюзию разделяли такие и ныне действующие президенты и дольше, чем Зеленский, как Макрон. Ничего тут особенного такого нет. И Макрон разделял эту иллюзию, и до последнего звонил. Может, и сейчас тайно звонит, уже просто стыдно рассказывать Путину, выслушать его лекции по истории полуторжечасовой, как он признался. В этих иллюзиях жило полно людей. В этих иллюзиях до сих пор живет половина Гарварда, я прошу прощения. В этих иллюзиях живут невероятное количество интеллектуалов. Вот знаете, недавно Мирослава Гангадзе написала, она известная журналистка, ну, вдова Георгия. Она в «Голосе Америки» работает. Она сейчас тут у нас в Украине, у себя в Украине. Вот, а долгое время в Вашингтоне прожила там и так далее. Она говорит, почему нельзя договориться с Путиным? Ну, скажите мне, а вот это точно интеллектуалы, если им до сих пор нельзя ничего объяснить? И эти люди, которые называют там Зеленского комиком, там таким-сяким, а они-то, ну, хорошо, он-то и не называл себя интеллектуалом никогда. Да, он пришел на волны популистской риторики абсолютно. Абсолютно неадекватной риторики, вот этот трюк Гордона, который просто свалил на повал, когда, ну, мы помним все эти цитаты. Но он оказался адекватным, когда, как бы, все, все иллюзии рухнули, так многие западные интеллектуалы, так называемые политики, они до сих пор еще премьем каким-то миром с Россией. Так кто тут неадекват? Ну, давайте смотреть правде в глаз. Нет, извините, я хотел бы уточнить. Марат, пожалуйста, наконечено, пожалуйста, людей достаточно много, не надо увлекаться. Нет, нет, Аркадий, мне хотелось бы узнать, до начала войны, в каком состоянии и как президент поднимал обороноспособность страны. Я, естественно, не имею никакой, еще раз, чтобы вы понимали, господин Марат, я не являюсь ни, как членом никакой партии и не вхожу ни в какие сферы влияния, не работаю ни на администрации, ни на офисы, ни на группы какие-то, ни на телеканалы, ни на какие-то, ни на что такое. Я смотрю просто объективно и стараюсь быть нормальным. Понимаете, ну вот люди, люди выбрали себя президентом, люди выбрали президентом себя. Действительно, большинство жителей Украины считало, что важнее строить дороги, чем вооружать армию. Он абсолютные, ну, результаты абсолютно демократических выборов, ну, конечно, с большим медийным вплывом, вот этим, вот, понятно, что 73% это там медиа поработали, да, в искривлении пространства, но так всегда бывает, к сожалению. Я называю это там, теорией увеличительных стекол, то есть, когда ошибки конкурента умножаются на 100, а твои там преимущества, вернее, делятся на 100, а твои преимущества умножаются на 100, это искривляет картину, потому что не может быть демократическим вовсе 73%, кто бы не конкурировал, да, но не бывает такого. Это искривленное медиа пространство, искривленное все, практически, да, вот, но так случилось, но, к счастью, оказалось, что этот человек, которого многие, ну, считали, как бы, некоторые до сих пор считают, его там унижают всячески, я не сторонник таких вещей, потому что унижая сейчас воюющую страны президента, вы себя унижаете прежде всего, когда люди пишут, в каком виде он зашел в Конгресс, в каком виде он поздоровался с королевой, вы серьезно так думаете, я вас не уважаю, вот и людей, которые об этом сейчас рассуждают, мне кажется, сейчас Зеленский является, да, президент он и должен быть символом, он же не военачальник, он не военный, есть генералы, есть командующие, есть солдаты, офицеры, они действуют правильно, они действуют искренне, они действуют жертвенно, и сейчас то, кем является сейчас Зеленский для мира и для Украины, это то, что нужно уважать как минимум, да, хотя бы, если вы не любите Зеленского как человека, я, например, его просто не знаю, да, я не знаю никого из его окружения, ну, и не стремился никогда знать, и, кстати, Порошенко я узнал лично, ну, как узнал, поздоровался еще о чем-то, два фразы, только после того, как он ушел в отставку, да, после выбора, вот я не стремлюсь избежать. Народ поддерживает президента сейчас, но я считаю, что все здравые люди, вменяемые, безусловно, поддерживают украинского президента, потому что это надо быть вообще, ну, самоубийцей, чтобы сейчас уничтожать собственные институции, как бы это кому не хотелось, и, ну, есть сумасшедшие, безусловно, есть люди, которые занимаются срачами, травлей, там, есть эти люди из обоих лагерей, я их одинаково не презираю, потому что я считаю, что Украина не заслуживает такого отношения, особенно сейчас, когда стало ясно, что война идет на уничтожение страны и на народы, ну, сейчас-то уже, ну, может, хватит уже, ну, может быть, надо как-то вместе что-то, да, ну, может быть, мы все-таки пришли в сознание после вот этого опьянения иллюзиями мира и точно так же, как Зеленский, так и все остальные, ну, у меня не были, честно говоря, но у большинства были, да, но я просто знал какую страну, но большинство не знало и не хотело знать, но вот история так распорядилась, вот он на своем месте таком оказался, вот это надо принять как данность и поддерживать Украину и деятельность ее президента, потому что все альтернативой является работой на врага и на международном уровне, на каком углу. Спасибо, Фаина, я вижу вашу руку, вы будете чуть позже, Раиса Шевченко, ой, Шевцова, прошу прощения, вы включите микрофон, Аня, вы будете следующим, Фаина, вы после Ани. Слева внизу иконочка, там нарисован микрофончик, вот пошло. Да. Валерия. Я хочу вам сказать, вы прекрасно понимаете, что мы все в основном приехали с СНГ, как говорится. Я приехала с Донбасса, то есть из Украины. Я хочу вам сказать честно, ведь мы приехали не потому, что мы там с голода подыхали, а мы уехали, потому что действительно в Украине задушивал нас антисемитизм. Причем антисемитизм был и на бытовом уровне, и на государстве. Мы не могли даже поступать в институт. Я помню, когда мне признался замкафедрой института, где я училась, я трижды поступала, и вот он мне сказал, ты знаешь, почему ты? Потому что против твоей фамилии стояла темно-синяя точка. Это значит, у тебя и папа, и мама евреи. Это было с каждым. Я другое хочу сказать. Вот сейчас все время показывали на встречах СМИ вот госпожа Масичук, вы всеми уважаемые, да? Она часто приглашала таких людей, как Бойко, потом Медведчук и им подобные. Я прошу прощения, Раиса. Я хочу вас спросить, как можно, одну минуточку, вы задавали много вопросов. Я хочу, это у меня больная тема. Скажите, как можно таких людей возвеличать? Это же горы, которые обкрадывали украинский народ. Они разваливали промышленность и прочее. Это второе. И еще меня беспокоит такой вопрос. Сейчас, конечно, почему Зеленский попал в президенты? Да в тот момент украинцы готовы были любого. Не стоял вопрос о национальности. Они любого человека хотели выбрать, который бы и победил бы вот это, то, что творилось в Украине. Страшная коррупция, ужасная коррупция. И это продолжается. Может быть, все-таки Зеленский море. Недавно Тамар сказал, что в Украине Бог послал двух ангелов в лице Зеленского и Залужного. Это действительно правда. Я хочу вас спросить другое. В Украине есть такой сейчас орден, которым награждают солдат орденом Хмельницкого, Богдана Хмельницкого. А ведь известно всем от первокашки и до академика о том, что Хмельницкий, ведь у него он полностью покрыт до горла и в горле у него еврейская кровь. И что он добивался присоединения Украины к России. Я прошу прощения, но, пожалуйста, вопросы о невыступлении. У Айдара нет. Нет, подождите. Все по делу. Не надо меня защищать. Я не буду защищать. Я прошу прощения. Я сразу отвечу. Значит, ситуация. 1992 год. Город Харьков. Я не говорю уже о том, что я сам поступал в институт, поступил со второго раза, не сразу поступил. 100% еврей, но поступил. Но я скажу, 1992 год. Центральная площадь Харькова, крупнейшая площадь Европы, собралось порядка 300-350 тысяч человек. Я присутствовал на этой встрече, слышал своими глазами, как люди, поднимавшиеся к микрофону, самые разные. Лейтмотивом было, евреи, не уезжайте, евреи, оставайтесь. Поэтому все не так однозначно. Я прошу прощения, Айдер, прошу вас. Вас как зовут? Я забыл, кто за вопрос именно? Я говорила, моя фамилия Шевцова. А зовут вас? Я северодонецк. А зовут Раиса? Меня зовут Раиса, фамилия Шевцова. Да, паня Раиса, значит, вы много задали вопросов, я бы мог по каждому долго говорить. Нет, я написал четыре. Да, четыре. Все недостойные и все нуждаются в ответе. Я постараюсь коротко, а дальше уже вы поймете. Я главное скажу. Пантеон героев на Украине достался от Советского Союза и от Российской империи. Нынешний пантеон героев во многом достался от Советского Союза и от Российской империи. Сейчас идет перелом этого момента. Я тоже очень сильно удивлен этим культом Богдана Хмельницкого, который мало того, что являлся, ну, мы знаем, даже как памятник хотели его изобразить, да, на евреях там проект был какой-то безумный совершенно, вот, что он был абсолютно неадекватным в плане мясництва вот этого, да, антисемитизма, плюс к тому и державу украинскую просрал. Я тут как бы, ну, мне кажется, что, ну, вот эти ордена все, и вообще, вот этот улицы, бульвары, его имени и так далее, это вот такая, это вот как Ленин, вы знаете, вот он же был в пантеоне вот этом, типа объединил Украину с Россией, это же преступление, это все, что вы перечислили, это два преступления, человек сделал Украине только плохо, все его какие-то локальные там, может быть, достижения, они все перечеркнуты, то есть, абсолютно все равно, что ты изначально, там, но если в результатах, счет на табло, результаты его правления, это ужасно, нет Украины вообще, да, плюс, вот это, вот это жуткие, но мы не будем, конечно, говорить там, средневековая история, это такое, в Испании было, они же там придумали этих еще младенцев, там, евреи пьют кровь и так далее, ну, как бы, это антисемитизм был в разных формах, в разных странах, но уж точно, это нельзя поставить заслугу руководителю страны, который еще, к тому же, ее и просрал, то есть, если он даже кому-то давал понять, что таким образом он спасает, типа, бей, еврей, спасай Украину, ну, и спас ты Украину, кому ты отдал-то ее, все, потом не стало никого, не, слава богу, евреи остались украинские, и их было очень много, и поэтому, теперь про, про выступление в ВУЗ, но тут, слово Украина, конечно, можно употреблять, потому что вы жили в Украине, но я, допустим, жил в Тамбове, мой, товарищ старше меня на 4, по-моему, года поступал, значит, раз на 4, это 85-й год, он не мог поступить на Мехмат МГУ, он был очень талантливый, пятая графа ему сразу сказал, ты еврей, даже не суйся сюда, но крымские татары, но крымские татары прекрасно знали, куда их не возьмут, у меня мама, вроде бы как формально русская, она из Сибири, но у нее просто запись была, галочка стояла, что у нее дед раскулаченный, ее на мединститут не брали категорически, я думаю, что туда не брали и евреев также, и в новосибирский мед, и в саратовский мед, и в какой угодно мед, то есть это была системная советская антисемитская политика, это тут нет ничего, это вот когда говорят здесь особый какой-то украинский холокост, особый какой-то украинский антисемитизм, чушь собачья, ничего там особенного не было, антисемитизм был политикой Москвы, которую он развивал, поддерживал в разных странах и так далее, вы удивитесь, откуда-то, я не знаю, как это удалось, самый высокий уровень антисемитизма в бывшем СССР в Армении, согласно с статистикой, что там, как там, кто переломал, не знаю, но статистика говорит об этом, это очень странно, очень непонятно, я не знаю этому пояснение, но это очень манипулируемая вещь, да, ну а извините, больше всего в мире евреев жило в Украине, и в Европе точнее, да и в мире, наверное, концентрировано, да, поэтому здесь, ну как бы холокост происходил там, где жили евреи, холокост не мог происходить там, где они не жили, ну очевидно совершенно, значит, далее, значит, поэтому выделение тут Украины, оно странное, это трагедия Украины, это не ее вина, Украина, а потом говорят, в Украине там, стоп, а Украина-то была? Это были области Российской империи, потом это был Советский Союз, какая Украина, вы что? То есть, когда мы победители, то мы русский народ, во главе со Красной Армией, освобождаем Аушвиц, Освенцем, да, а когда антисемитизм и холокост, то Кукураина виноват, так вы определите, какая страна-то была? Украинцы были в таком же колонизированном, униженном состоянии рабстве, потому что украинцы в Киеве были в полном униженном состоянии. У меня друг, мой товарищ, на 10 лет старше он у меня, он говорит, я когда по-украински начинал говорить своими одногруппниками, он из-под Киева, все смеялись над ним, это было ничем не лучше антисемитизмом, его смеяли колхоз, деревенщина, ты что по-украински говоришь, фу, это же вот недавно, это вот совсем недавно было, да я вам скажу, что на глазах меня есть, я, к счастью, не застал того советского и постсоветского времени, когда можно было это заметить, я застал единственную страшную крымотатарофобию в Крыму, но там такой совок, там и совок он, ну и то, в 13-м году они уже как-то попустило их, они смирились, если бы русские танки не пришли, их как бы попустило, но русские танки пришли и все снова началось, вот, а на самом деле там, как там относились, это был ужас, к крымским танарам относились сначала, условно говоря, как к цыганам, то есть вот эти черные цыгане в грязи там возятся, на каких-то там грязные вечно ходят, за водой там кирпичи месят, а потом, когда дома построили, ой, эти евреи приехали из Азии, из Узбекистана, привезли там денег с собой, мешки, значит, и построили себе дома, то есть как бы эти два мифа друг другу не противоречились совершенно, да, но как бы мы испытали два вида ксенофобии на себе в Крыму, это ксенофобия сверху, типа как вот цыгане, это не люди, да, и ксенофобия снизу, эти евреи, это такие самые мерзкие люди, такие вот, значит, которых денег полно, откуда-то накрали, навезли там и так далее, но это обычное, как бы все, все как положено у них, да, дальше по коррупции, хочу сказать, что, когда говорят, что про коррупцию, я уже сказал, по-моему, никакой особенной коррупции, отличающейся от венгерской, где куплен президент страны, премьер-министр куплен, Венгрии полностью, президент Чехии был куплен полностью, французский премьер был куплен полностью, ну, ну, а что тут говорить, есть коррупция, конечно, ну, будем бороться с ней, а что, ну, раз сейчас на поездке дня стоит, у нас коррупция главная, серьезно, на поездке дня коррупция, мы хотим поговорить о коррупции, ну, давайте переклеивать обои в доме, которые поджигаются всех сторон, ну, давайте, какие проблемы, если мы шизофреники, то тогда, да, если нормальные, то приоритеты, надо просто приоритеты правильно расставлять, и все, потому что здесь все, я могу найти в любой стране примеры всего, ну, просто приоритет сейчас другой, да? Значит, дальше. Журналистика украинская – это позорное явление в целом. Я не буду этого сказать. У меня даже такая цитата есть, я ее повторяю, и в глаза могу сказать любому. И на любом собрании, слава богу, меня никуда не зовут, ни в какие-то тусовки, нигде я не вхожу. Хотя люди, я знаю, отдельные, очень хорошие журналисты, очень порядочные. Но в целом, как явление, украинская журналистка – это бордель слабоумных. Вот. Неадекватных, безответственных людей. Вот. Абсолютно. Любящих деньги или просто глупых. Вот. Любящих славу нарциссов. Я даже сказал, что у меня такое мнение, что украинская журналистика не успокоится, пока не уничтожит собственную страну. Вот. Это можно долго развивать. Примеры приводить. Как они работали сведомо или несведомо на олигархат, против Порошенко, на Порошенко, против там того, на того, против Ющенко, за Ющенко, за Юлю, против Юли. Просто война смыла всю вот эту всю грязь в унитаз. Просто вот сейчас видно, как это, насколько, с чем мы имели дело? С отбросами просто. И эти отбросы из канала на канал перетекали. И, кстати, до сих пор эта журналистика не вылечилась. Они зовут русских постоянно оценивать Украину зачем-то. У меня куча знакомых Украины, ну, если по-русски не говорят, по-литовски, по-русски говорящих литовцев, поляков, журналистов, аналитиков, политологов, редакторов, блин, политиков, кого угодно. Но нет. Эти засранцы продолжают таскать в украинские эфиры. Причем, как, вот нельзя тут сказать, что там вот провластные каналы, вот они делают, а вот оппозиционные типа не делают. Все делают, все в дерьме, все вот в этих хороших русских, все в этих латынинах. Латынина, это, извините, я не могу про любое существо живое сказать такого слова, какого она заслуживает. Это человек, который оправдывал, отмывал геноцид чеченцев. Всю свою жизнь сознательную. И она серьезно, гость украинских каналов, вы серьезно это рассказываете, зовут, они зовут представителя Навального, который до сих пор не извинился ни за Крымнашизм свой, ни за что. А это же было предтеча геноцида, то, что мы сейчас видим, когда они хотят, чтобы не было украинской нации, как арабы, абсолютно четко не хотели, чтобы было еврейской нации. Вас не должно быть, тут все. Вы либо русские, либо вас нет. Первое, что они уничтожают, это украинские книги. Первое, на что они покушаются, это на носителей украинской гордости. Это все абсолютно идентично с Израилем. Я же изучал историю Израиля, и у меня сестра в Израиле живет, у меня племянник в Сахал служит офицером. Не буду говорить, чем там, я и не знаю ничего практически, он ничего не говорит, это нельзя, но здесь лучшая армия, он реально защитник Израиля, я им горжусь, он не еврей этнический. Поэтому все похоже. И война за независимость Израиля, когда там была блокада и Иерусалима, когда в море мы сбросим вас, когда и эти, и другие войны, я все же это прекрасно все знаю и осознаю. И это отчаяние Израиля, отчаянная борьба Израиля, но слава богу, что мир хотя бы оружием помогал, финансами чем-то помогал, никто не воевал за Израиль, но помогать помогали. А когда бросили литовскую армию в лесах, 20 тоже тысяч, сопоставимые цифры, погибло еврейский солдат, погибло где-то 22 тысячи, боюсь просто перепутать эти цифры, больше 20 тысяч, 20 тысяч плюс погибло литовские солдаты-офицеры, 20 тысяч плюс погибло израильские солдаты-офицеры. Я думаю, что такие же цифры, может быть, больше просто не изучал вопрос конкретно. Не знаю, кстати, пробел у меня в этом, но точно десятки тысяч людей это украинская повстанческая армия, вот это люди, такие истории, я могу рассказать с их числами, как детей, мама с папой подбрасывали детей в первую попавшуюся хату с запиской. И она выжила и родила ребенка, который пошел воевать за Украину сейчас, понимаете? Ее подбросили мама с папой, которые знали, что через месяц их убил. Они были добровольцами украинской повстанческой армии. И вот, когда нас всех пытаются перессорить с поляками, евреи с украинцами и так далее, я просто тут вижу волосатую такую московскую руку. Они смеются над нами, они смеются над армянами и с азербайджанцами, измываясь над этим конфликтом, беря в заложники тех и других, используя время от времени то так, то так, то тут миротворцы, то там защитнички, то там, я вам больше скажу, мой прогноз, запомните, как только исчезнет Россия в ее нынешнем виде, никакого арабского терроризма не будет. Никакого исламского терроризма не будет. Это быстро сойдет на нет, это останется маргиналитетом, потому что они этим всем кируют, они это все всем отправляют к КГБ с незапамятных времен, с тех времен, когда Каянка Голдомейер сказала нет Сталину. С тех самых времен начался терроризм, исламизм, вся вот эта фигня. Пример простой. Вот Сирия. Был там ИГИЛ. Где ИГИЛ сейчас? Все. Расформирована организация. Больше не нужна. Русские туда зашли, больше ИГИЛ не нужно. Да, все. Так же не будет никакого Хамаса, никакого Хазбалы, никакого Ирана, ничего не будет этого. Там все держится на империи зла до сих пор. Там все на этом держится. Теперь дальше. Вот первый вопрос я уже и забыл. А нет, я на все ответил. Да, да. На все ответил. Хорошо. Ведмира поднимала руку. Я слежу, я слежу за всем. Аня, сейчас, пожалуйста, Ваш, включите микрофон. Потом Фаина, потом Маргарита. О, Людмила, Маргарита, вы немножко позже. Вы будете после Людмилы, я слежу. Аня, микрофон, пожалуйста. Вот ты, Боже мой. Слева, снизу. Есть, пошла. Пошли, давай, давай. Спасибо за предоставление слова. Я хочу поблагодарить Айдера Муждабаева. Я сказала в самом начале, я просто счастлива видеть его в открытом эфире уже здесь. Каждый день слушаю его, возможность всегда. У меня такой вопрос. Сейчас витает у нас везде над головой, не на часе. Но все-таки я хочу сказать, что действительно журналисты сегодня, как все-таки мы не относимся, да, нет, это и настоящие журналисты или что-то, но я восхищаюсь. Мы все восхищаемся украинским народом, военными, все. Но я восхищаюсь и вот этими и военными журналистами, и вообще журналистами. И Аркадий Бабченко, и вы. И каждый по-своему и Юрий Бутусов, какие бы там не были бы чего-то этот самый нарекание. И даже тот же Дмитрий Чекалкин. И в общем очень многие, которые где-то что-то, хоть это не на часе, но рассказывают нам, знакомят нас, понимаете, и не просто даже знакомят нас, и так мы находимся за тысячи, десятки тысяч километров, а там внутри делают очень важную, очень нужную информационную ну я не буду говорить войну, выигрывают информационную битву. Вы очень молодцы и очень правильно делаете. Потому что это нужно продолжать. На часе, на часе, а оказывается, что это все на часе. И спасибо вам большое. Продолжайте, и мы верим в журналистику. И вот то, что вы сказали, что настоящую журналистику можно издательства можно определить, если сразу закрывают с вами согласно на сто процентов. И в Киеве как раз это и произошло, когда Киевпост был, так сказать, перепродан, то оказывается, что все-таки журналисты, которые там были в ядре, они смогли уйти оттуда и организовать какую-то свою альтернативную газету. Это правильно. Всего вам доброго, удачи. Спасибо, Аня. Фаина, пожалуйста. Фаина, микрофон прошу вас. Попробуйте. Все. Еще разик. Есть, пошло. Не открывалось ни в какую. Здравствуйте. Я очень благодарна вам за вашу аналитику. Полностью согласна. И, в честности, очень благодарна за вашу оценку Трампа и его деятельности. Это очень не совпадает с тем, что думает большинство наших, живущих в Америке, они поддерживают Трампа и заявляют, что если был бы он, то не было бы никакой войны, что, естественно, является полной чушью. Но меня удивляет ваше отношение к так называемому Гарварду. Тут какое-то у вас противоречие наблюдается. Если говорить о Гарварде, мой сын профессор, лучшего профессора в Гарварде, сейчас профессор Стэнфорда, и я знаю многих гарвардцев и стэнфордцев, так называемых интеллектуалов, они все не замерз России, они все демократы и, естественно, поддерживают Байдена и Остина и остальных, кто говорит, что будет допоследствовать помогать и содействовать Украине. Почему у вас такое представление? Я не понимаю. Интеллектуалы как раз совершенно по-другому настроены, а вот трамписты говорят, что надо прекратить помощь, поэтому что-то не совпадает. Кроме того, вы сказали, что Буш, вот, мол, последний толковый, правильный был президент, потому что он был военный. В то же время то, что Зеленский не военный, является положительным. Как-то это одно другому не соответствует. И затем вы, наверное, не заметили того, не обратили внимания на то, что Буш, почему к Бушу так относились. Он начал две дурацкие войны, которые очень подорвали экономику страны. До него при Клинтоне Клинтон закончил свою каденцию с префицитом, а после Буша начался дефицит, который не может никак прекратиться до сих пор. Спасибо. Спасибо, пани Фаина. Я вам просто все скажу. Времени немного, но эти темы можно говорить часами. Я, конечно, обобщаю, когда говорю Гарвард. У меня есть такое даже придуманное мною определение гарвардские стульчики. Это такие люди, которые такие при галсточках счастливые, 32 зуба, все они знают, гуманисты, всех любят, готовы со всеми договариваться, каждого выслушать и так далее. Я вот это имею ввиду. Я не хотел обидеть ни вашего сына, безусловно, закончили Гарвард стать профессором, это серьезное дело, но я сейчас с конца начну. Во-первых, что такое Буш военный был, вообще все президенты до Буша младшего исключительно имели военный опыт. Они были, либо служили, либо по контракту, либо в призывной армии служили. Ну, просто так было, да? И если бы Макфол стал президентом, не извиняюсь от того, какую партию он представлял, это бы, конечно, было все по-другому. Макфол Крым бы не проглотил. Вот это, что я имею в виду под этим, да? Макфол Крым бы не проглотил. Значит, Зеленский, это не плюс и не минус, просто так сложились обстоятельства. То есть, вот как я мог сказать, то, что Зеленский, где вы это услышали от меня, то, что Зеленский не военный, это плюс. Я такого не говорил. Я говорил о том, что вот так сложились обстоятельства. Вот так, вот люди, бывает, и так попадают в историю. Понимаете? И никто не знает, кто как попадет в историю. Вы знаете, что Черчилль, Черчилль, я не сравню опять, я не люблю, когда за меня додумают, я не сравню Черчилля с Зеленским, с кем угодно, это просто глупость несусветная. Но Черчилль начинал свою карьеру политическую как лузер. Он проиграл Татюрку Мустафу Кебалю тогда, полковника он проиграл, страшно. Ну и что? В итоге он оказался наиразумнейшим политиком. В итоге, да. А у него были моменты отчаяния, когда он в гораздо большем отчаянии пребывал, чем в Зеленский, например, который вроде бы не лорд административного бывшего там и не такой актер там из КВН и из студии Квартал 95. Все в мире вот так перемешано и как какой человек поведет себя в каких обстоятельствах никто не знает заранее. Опять возвращаясь к заложному. Все решается на поле боя. Война непредсказуема. И поэтому потом мы все это расставим, потом мы все образуем. Мы сейчас хотим просто выжить и победить. Все. Думаю, что у нас одно и то же. Теперь про Гарвард. Для меня, я знаю два факта про Гарвард. Но один факт это то, что в 2018 году одна моя коллега, очень уважаемая, просто зачем имя называть, была на лекции, где присутствовал Обамовский, по-моему, при Абаме, да, он был. Напомните мне госсекретаря при Абаме. Джон. Он был другом. Джон Кэрри. Джон Кэрри, да. Он был другом вот в этом фильме, по ком звонит колокол, про Макфула. Он же был личным другом Макфула, при этом абсолютно противополитически политически. Они оба Вьетнам прошли, но разные уроки из этого извлекли. Ну, короче. И он в 2018 или в 2019 году, может, помню, даже в 2019, на голубом глазу, глядя в глаза аудитории со всего мира людей, которые в Гарварде учатся, он сказал, главная ошибка США и Запада была то, что мы тянули Украину на Запад. Надо было, ну, как бы, ответ правильный подглавлялся отдать на растерзание Путину. Как будто украинство существует, как будто какой-то субъект, как будто какая-то область его или земля, которая отдается с крестьянами крепостными. Это сказал гарвардский авторитет господин Кэрри. Да? Вот из-за какого-то, называя гарвардскими стульчиками. Кстати, не знаю, закончил ли он Гарвард или нет, или какой-то другой, но смысл дали. Сейчас такой есть ястреб, в хорошем смысле слова, такой антироссийский человек, как Майкл Макфул. Но господин посол Макфул, несмотря на, по-моему, уже 15-20-летний стаж Донграда в России, после того, как он был там послом, начинал свое каждое утро в Твиттере со слов «Я люблю тебя, Россия». Закончил он этот, вот только 24 февраля он не вышел с таким постом. Я, возможно, утрирую, но я видел это постоянно. То есть люди жили в придуманных иллюзиях, люди жили в этих перезагрузках, в этой чуши собачьей. Но я считаю, что если интеллектуал совершает какую-то грубейшую смысловую ошибку, но, наверное, надо интеллектуалу идти переучиваться. Или, например, как поступил один, я не помню, мне недавно про него рассказывал, один человек, откуда же он был, какой-то религиозный авторитет, не помню, это из Европы, который покаялся просто. Да, я ошибался, я думал, что с русским можно договориться. Я ошибался, я каюсь. Можете сжечь все мои интервью, которые я давал до этого. Но эти же не скажут, что сожги все мои интервью. Но это же вы, как бы, ну, я ни с кого вины не снимаю, ни с кого не возлагаю в полной мере, но скажите, ну, вот, но я же, я вот, я не послал Макфелл, я не закачивал гармута, я даже в нем не преподавал, я закончил среднюю школу тамбовскую, причем такую я называю полусреднюю, ну, вообще, ну, никак, ни о чем, да, я там не интеллектуал, там ничего, ну, почему-то я знал, какой Путин, кто-то, что такое Россия, знал, что там происходит, знал, чем это закончится, а посол Макфелл, коллективный посол Макфелл, не знал, и кто из нас интеллектуал теперь, ну, вот он или я, ну, не знаю, ну, Макфелл сейчас профессор Стэнфорда, я не один раз его слышала, не один раз он присутствовал, и когда Карамурза приезжал, и многие другие, и он абсолютно по-другому настроен, он антипутинец абсолютный, я понимаю, да, вопрос-то не в Путине, они же все делали главную ошибку, и главной ошибкой было то, что Путин навязал свою волю России, а это неправда, это как все равно было утверждать, что Гитлер навязал свою волю немцам, это неправда. Неправда, я так разно. Ну, это неправда даже чисто математически, в отличие от Гитлера, и тем более Сталина, никаких ГУЛАГов, никаких концлагерей, где сидели десятки тысяч аппозиционеров, они вот убили несколько человек, и несколько человек в итоге посадили за буквально вот десятку, буквально человек, то есть крымских татар в Крыму было репрессировано и посажено на 20-летние срока больше за годы оккупации, 2014 года, чем всех российских аппозиционеров вместе взятых за все правление Путина. Это нельзя назвать массовыми репрессиями. И это была их ключевая ошибка. Они лгали, они лгали сами себе, они выдумывали себе Россию Пушкина какую-то, но они просто его не знали, наверное, они жили в иллюзиях. Я не знаю, вот я, честно, это не мое дело, но я не знаю, в мире что-то не так устроено, если человек со средним. Мои журналистские образования это чисто херня просто, потому что я уже работал в газете сто лет, и просто мама хотела, чтобы я законил, у меня был диплом. Но вот я был два раза в университете, извините, бухал с ректором, но он говорил, ты единственный, наверное, сейчас я не знаю, что там занимать, даже ни в чем знать. Он говорит, ну ты уже замредактор в Москве, а тут на первом курсе. Ну, грубо говоря, это фиктивный диплом. Я не учился ни разу. Вот я работал с 20 лет, а формально вообще с 15. Вот я первую заметку написал. Я кто? Я по международным меркам университетским, я дебил. Но читаешь то, что я писал, вот про Путина, то, что я назвал русским фашизмом в 2008 году, еще когда он в Грузию пошел, когда все они в едином порыве с Навальным, со всеми оппозицией, со всеми Шандеровичами, Рыклинами и прочими альбатцами все сошлись в экстазе, что Саакашвили виноват, что жертва не ту юбку надела, не так шла. Ну, вот, понимаете, вопрос, задач вопроса не в образовании формальном. То есть формальное образование, оказывается, ни о чем не говорит. Понимаете? Конечно. Ну, вот так. Спасибо, дорогой. Так, пожалуйста. Не, на самом деле, я хочу добавить, Аркадий, я, господа, я в ужасе от этого факта. Мне страшно было, и до сих пор страшно жить в мире, где выпускник с семью четверками и остальными пятерками, ну, правда, без троек, полусредней тамбовской школы, извините, лучше разбирается в политике, чем президенты, премьер-министры, сенаторы и так далее. Страшно жить в таком мире. И я не хотел бы жить в таком мире. И мне, я в ужасе прихожу, а то, как мы дошли до жизни такой. Я не хочу быть самым трезвым аналитиком. Я хочу, чтобы все были, чтобы я прислушался к лидерам политическим, чтобы я думал, вот какие умные люди, они закончили Гарварда, они все. И я хочу, знаете, еще, наверное, надо заканчивать уже, я хочу просто, я немножко подвешенным оставил вопрос о пантеоне героев украинских, сосредоточившихся на фигуре Хмельницкого, которая мне всегда не нравилась, но просто человек отдал свою родину за сголтувание. Это как мать отдать, изнасиловать, грубо говоря, да? И, значит, но тут какая история? Вообще сейчас нарождается вообще другой пантеон героев, новый совсем. Сейчас нас называют улицы именами героев, которые сейчас гибнут за Украину. За Украину, бесспорно, лидер всего демократического мира. За страну, мужеством которого восхищаются абсолютно все. И они, все эти погибшие, они все герои, и они все стоят памяти. История Украины будет очищена от колониализма, от империализма, будет очищена от всякой скверны. И когда-то это все просто сейчас, мы это сейчас все не сделаем. Но сейчас вот не отберешь у комбата, который сейчас воюет, у которого там, ну, я просто не буду говорить ничего, да? Ну, не надо отбирать у него родину Богдана Хмельницкого, никто этим заниматься не будет. Да это просто высшая награда, вот она осталась в наследстве. Будет новая награда, будет новое предосмысление. Но просто сейчас, когда вот сейчас у Украины интеллектуалы занимаются, сейчас новую насрач на высшем интеллектуальном уровне, под чьим знаменем мы воюем? Под жовто-блокитным знаменем Петлюры или под червоно-черным знаменем прапором Бандера? Ну, если сейчас это обсуждать, ну, я только считаю, что в сумасшедшем доме можно это обсуждать, больше нигде. Ну, ну, как бы это просто, это вопрос, вообще, вообще, это вопрос наших детей. И я вам скажу так, вот эти все мовные пытания, вот, все дети, всех моих знакомых, независимо от происхождения, этнического, там, языкового, там, и так далее, все их дети делают выбор в пользу украинской мовы, в пользу английского языка, в пользу других языков, они учат корейский, то, что угодно, но я, я с своими детьми говорю украинский, когда мне удается с ними поговорить, мы, к сожалению, не вместе живем, да, вот, мы говорим только по-украински, они прожили в Украине считанное количество лет, да, они никогда не слышали украинского языка нигде, не в жизни, как и я, да, но это выбор сознательный, и вот, вот, говорят, вот надо защитить русскую культуру, там, да хотите защищайте, а хотите защищайте, она уйдет, потому что уходит эпоха русской империи, она уйдет, независимо от желаний наших, нашего поколения, вот вы можете слушать Высоцкого, а можете не слушать Высоцкого, можете любить Бродского, а можете не любить Бродского, просто все это у наших детей за спиной, они смотрят в будущее, и слава богу, что они смотрят в будущее, да, и не надо их одергивать и делать их с собой, Вот мне кажется, что это им мы должны отдать решение все. И о пантеоне героев, и во всем остальном. А наша задача сейчас сделать то, что мы, грубо говоря, нами насрано. А все мы, ну, может быть, не вы, я не знаю, но я себе считаю, что я тоже насрал в этом плане. Я тоже приложил свою руку к той России. Я тоже там долго жил и работал. Если бы я делал, наверное, все, что нужно, наверное, может быть, что-то было чуть по-другому. Но я считаю, что все мы, в общем-то, в целом лузеры. Потому что мы выходцы из страны, которая в итоге превратилась в монстра. Вот в ее правонаследницу, идейную там и так далее. И сейчас украинские солдаты, офицеры и мирные жители платят за то, что в принципе в нем есть какая-то молекула, большая, маленькая, нашей общей вины. Но я не хочу, мы эту вину, общая идея Украины в том, что мы не хотим передавать это детям нашим. Вот это главная наша миссия. Детям, внукам, ну в целом детям, как нашим наследникам. Все, эту раку и опухоль мы должны закрыть. И все, это должно быть вырезано навсегда, как вырезаны все империи этого мира, с их кровью, геноцидами и так далее. Можно одно слово сказать? Нет, нет, ну попроси. Одно слово, Аркадий, одно слово. Вы удивляетесь тому, что интеллектуалы западные не понимают Россию. И в то же время вы сами сказали, что даже Зеленский надеялся на то, что можно договориться о мире. А разве Зеленский претендовал когда-то на звание интеллектуала? Конечно. Ни разу. Он, конечно, интеллектуал. Каким образом? Я нигде ни в одном интервью не слышал, чтобы он говорил о своих образованиях, о том, что он очень начитан, и о том, что он там учился в школе хорошо. Он закончил университет, насколько я знаю. Он юрист по образованию. Слушай, он КВНщик по образованию. Я знаю прекрасно, как учились КВНщики. Фаина, спасибо. Все. Айдер попросил, подводим черту. Я прошу прощения, Маргарита. Я знаю ваш вопрос. Женя поднимала руку. Людмила поднимала руку. Будем уважать нашего гостя. Пане Айдер, від цього серця дякую вам за те, що ви пришли до нас і свій час потратили до нас. Дякую вам. Слава Україні. Так і буде. Спасибо. Спасибо, дорогой Аркадий, і всем, хто був присутся. Здесь не успел задати вопрос. На правду, уже очень поздно. Я уже еле успеваю в комендантскому часу. И я никому столько времени не уделял, кроме вас. Поверьте мне, за последние годы-полтора так точно. И я каждому человеку отношусь с огромным уважением. И это не то, что я там... То есть лавировать там где-то там. Я просто меня так воспитали. Что для меня, что Бог, что президент, что профессор, что двоечник. Для меня это, в общем, все равно, если не вредят и не преступники. И мне даже стыдно стало перед отцом Зеленского. Он все-таки профессор, причем в физике, по-моему. Может быть, действительно он хорошо учился. Я просто помню своих КВНщиков, которые в Тамбове учились. Нифига они не учились. А как учил Зеленский, я просто не знаю. Поэтому я не хотел врать. Но в итоге я не про то. Про то, что мы же понимаем, что есть люди, которые несут себя как интеллектуалы. А есть люди, которые на этом не настаивают. Но вот как-то получилось так, что люди, которые на этом не настаивают. Ну, например, такой вот я. Почему-то по страну дурацкому, неправильному, поломанному в течение обстоятельств оказались правы. А люди, которые имеют кучу званий, научных статей и политологических всех, они почему-то пропустили вот эту комету. Просто вот не видели ее в упор, который летел им в лоб. А они занимались глобальным потеплением. Кстати, как сейчас КАЛы там в Австралии? Все нормально, восстановилась популяция. Это Грета Тунбель спрашивает. Где она вообще? Я не жалко украинцев? Только КАЛы интересовались. Хорошо, спасибо. Так, друзья. Я прошу, обращаясь ко всем. Если у вас есть вопросы к Айдеру, пожалуйста, напишите их мне, передайте. Я перешлю Айдеру. Не сомневаюсь, что Айдер ответит. И при каждой встрече я, при следующей встрече я обязательно ответ озвучу. Все. Таким образом, всем спасибо. Хочу сказать, что в следующей встрече через несколько дней, в субботу, в субботу, наш традиционный день, у нас в гостях будет Мумин Шакиров, ведущий программы «Грани времени» «Радио Свобода». Но, обращаю ваше внимание на то, что у нас получается накладка по времени, когда заканчивается его программа и начало нашей. Поэтому наша встреча будет на час позже. Не в 11, а в 12 по Калифорнии. Ясно, да? Вот на прощание хочу сказать, раз уж вы меня не отключили. Спросите у Мумина, я его знаю немножко. Шакирова, почему русская служба «Радио Свобода», наверное, до 24 февраля упорно писала «на Украине». Вот что им было на этом завязано? Почему они должны были так именно унижать украинцев всей редакции? Единственная редакция «Радио Свобода» в мире. Говорила «на Украине». А вы знаете, вот Татьяна Вольская, журналистка «Радио Свобода», она у нас дважды выступала, и она всегда говорила «ду» Украине. Я не знаю, это не была редакционная политика. Это, ну, на самом деле, я знаю все эти ответы. Просто мне интересно, как он там внутри работал. Вот почему они просто доусрачки, просто извините за такое выражение, прям доусрачки сопротивлялись. Вот до последнего они пытались, они знали, что это унизительно для украинцев, но их редакционная политика была именно такой. Они каждый день унижали украинцев этим, в каждом тексте. Вот зачем это было нужно? Я рацию тут не вижу. Ну, совесть это понятно не вижу. Я не вижу рацию в этом. Хорошо. Я вам отвечаю. Я спрошу. Спрошу момента. Все, друзья, будьте здоровы. Я жду вопроса и перешлю все обязательно. Ой, господи, Айдеру. Прошу прощения. До побачивания, я побежал. До побачивания. Так, господа, мы заканчиваем. Я закрываю тогда наш зон. Спасибо всем, кто пришел. Увидимся в субботу. Надеюсь, приходите. Всего хорошего. Спасибо.